Поселок Котовского в Калининском районе Донецка, хоть и находится не очень далеко от центра города, но расположен вдали от транспортных маршрутов. Нет поблизости и лечебных учреждений. До ближайшей больницы добираться около часа, утверждают жители поселка. Семейные амбулатории, которые сейчас открываются в Донецке, как раз предназначены для таких районов. В нашем городе сейчас реализуется программа именно по созданию таких амбулаторий, которые будут расположены в отдаленных поселках. Потому что так исторически сложилось, что Донецк состоит в значительной части из поселков, шахтные поселки. И поэтому, конечно, жителям очень неудобно добираться в поликлиники, для того, чтобы получить первичный прием врача и какие-то манипуляции, самые простейшие. Поэтому вот это вторая, скажем, первая мотеррия прошлого года на широком поселке. Это вторая такая амбулатория. Семейная амбулатория, которая открылась в поселке Котовского, очень небольшая. По сути, это два кабинета и манипуляционная. Два семейных врача и один педиатр, тем не менее, смогут в полной мере обеспечить 3000 жителей поселка первичной медицинской помощью. Основной смысл сегодня реформы здравоохранения, один из основных постулатов, это чтобы приблизить эту медицинскую услугу к месту жительства людей. Вот это как раз и приближает. То есть здесь человек может, есть педиатр ведется, да, ребенка, первично обследовать, посмотреть, педиатр посоветует. Если уж в крайнем случае, к сожалению, ребенок заболеет, тогда уже дальше будет специализировано лечение. Здесь принимает семейный врач. Вот мы находимся с вами в манипуляционном кабинете. То есть человеку не нужно будет, если ему прописали, да, допустим, внутримышечные инъекции, он может их пройти здесь. Нельзя сказать, что в кабинете педиатра много оборудования. Однако самое необходимое для осмотра ребенка есть. У нас есть весы, что немаловажно для детей, особенно первого года жизни, где каждый грамм, каждые 100 грамм достаточно большое имеет значение в развитии ребенка. Есть ростомер, чтобы оценивать рост. Здесь есть небулайзер, который в случае будет оказана помощь детям с часто встречающимися сейчас обструктивными бронхитами и простудными заболеваниями. На приеме у семейного врача можно измерить давление, сделать кардиограмму и даже проверить уровень сахара в крови. Экспресс-диагностика сахарного диабета. То есть, если, скажем, раньше к больному придет, скажем, измерение сахара, значит, он приходит, пишешь ему направление, он идет на следующий день, сдает, ответ приходит на следующий день, то есть три дня, а так он пришел и в течение пяти-пятнадцати минут можно уже конкретно ему сказать, какой у него сахар, и определить дальнейший маршрут его действия. То есть, то ли к андокринологу, то ли другие какие-то анализы. То есть, в этом плане, то есть, время диагностики, то есть, и для больного, как говорится, меньше вот это вот ходить там туда-сюда. Возможности у врачей семейной амбулатории небольшие, но, по сути, им и не нужно огромного количества специализированного оборудования. Для этого существуют другие лечебные учреждения. А вот поставить первичный диагноз и оказать первую медицинскую помощь в амбулатории как раз можно. Жители района остались очень довольны появлением у них нового лечебного учреждения. Двумя транспортами едем добираться, особенно зима очень тяжело. Летом еще более-менее, но зимой это ужас какой-то. Желательно, чтобы, конечно, аптечка тут была бы, чтобы у нас так все хорошо, мы довольны всем, конечно. Мы рады, спасибо мэру, что он нам взял поблизости в больницу. Большое спасибо. И более взрослые, тут старички ходят в больницу, им же туда добираться тяжело, а ну-то просадить целый день, там же что же. Так что мы очень довольны. Для наших деток. Да, у нас много детей тут на поселке. Поставили детскую площадку, вот сейчас лабораторию, вот будет сидеть, ну листопад, наверное, наш педиатр детский. Вот очень хорошо, потому что у нас здесь один 102-й ездит, и очень трудно утром в него зайти, тем более с детьми. При этом нагрузка у семейных врачей больше, чем у обычных терапевтов, поскольку им приходится диагностировать практически любые заболевания. Однако есть возможности и для повышения зарплаты. Нагрузка у них возросла в том плане, что они часть обязанностей врача-офтальмолога, врача-невролога, врача-хирурга и так далее взяли на себя. В плане зарплаты. На сегодняшний день у нас уже увеличились зарплаты, и в том числе врача-общепрактики семейной медицины. Кроме этого, сейчас, значит, введены новые тарификационные выплаты за обсяг и работ, это за количество обслуживаемого населения. То есть, к примеру, если по заявлению хотят жители Калининского района открепиться от одного врача, так как существует еще свободный выбор врача, и прикрепиться к другому врачу, и получается, что у второго врача как бы нагрузка увеличивается по количеству обслуживаемого населения, то и зарплата у него на определенный коэффициент будет выше. И, кроме этого, будут введены вторые коэффициенты, это коэффициенты за качество, оказываем услугу. То есть, с чем врач будет работать лучше, чем у него показатели здоровья населения будут выше, тем и выше у него будут зарплаты. То есть, стимул будет. Городские власти планируют и дальше развивать семейную медицину в Донецке. До конца года ожидается открытие еще пяти амбулаторий в Киевском, Буденовском, Кировском и других районах города. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.